Друзья, всем привет! Меня зовут Роника, и я очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, это видео вас порадует, и если это так, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, потому что для меня и для алгоритмов ютуба это очень важно. Желаю вам приятного просмотра! Так, друзья, Леша опять уехал по делам, а я все-таки разболела сейчас, я чувствую себя более-менее. И, короче, пока квартира пустая, хочу показать вам пару обновок. Во-первых, я сейчас активно пью компотик из облепихи, очень помогает. И посмотрите, какие красивые картинки мы повесили. Вы наверняка видели их на разных маркетплейсах. Да, они не отличаются оригинальностью, но мне это не так важно. Я просто рада, что теперь дома стало намного уютнее, потому что без них вот эти вот обои, они классные, они красивые, минималистичные, но обязательно-обязательно для этого нужно что-то докупать. Это могут быть подушки, яркие пледы, какой-то текстиль. Ну, во всяком случае, для меня кому-то комфортно и так, но мне постоянно чего-то не хватало. И сейчас я стала чувствовать себя дома намного уютнее. Также у меня тут подсохли гипсофилы. Печеньки я тут ставлю. Это искусственный цветочек. В общем, такая небольшая у меня получилась весенняя композиция. И это, конечно, не может не радовать. На самом деле, вот такие декоративные штуки, это очень хитрая уловка, потому что кажется, что они стоят мало, но на самом деле нифига. У нас одни эти картинки стоили достаточно много и рамы со стеклом тоже. То есть их заказываешь отдельно, поэтому, конечно, это было непросто. И еще из обновочек у нас вот такой шкаф. У нас тут такая вот зона хранения. И тут стоит сушильная машина. Она до этого стояла открыто. Конечно, это было некрасиво, абсолютно неуютно и неаккуратно. Мы заказали специально для нее шкаф, где будет храниться наш пылесос. Он подвешивается отдельно. У нас пылесос-палка от Dyson. Он висит. И для этого, в общем, там все есть. Всего должно хватать. Мы сделали под заказ, и нам сделали неправильно. Нам 10 сантиметров, короче, не додали. Привезут добор. На самом деле, на этой неделе уже обещали, но что-то давно его нет. Ждем, не дождемся. Будет все одинаково, красивенько. Ну, по цвету тоже пока они не очень совпадают. Я думаю, со временем кипельно-белый немножечко подвыцветит. Но пока что так. Короче, в целом стало намного уютнее. Я довольна. Осталось поправиться, чтобы насладиться этим в полную меру. Сейчас пока солнечная погода вообще. Прям не могу. Кайфую с этого уголочка. Ну что, друзья. Новый день, новое утро. Я разболелась, поэтому долго говорить не буду. Смотрела я вчера всяких вот таких вот азиатских вязальных блогеров. Сама тоже вязала. И мне пришла в голову мысль одна. Один спонтанный проект, который я очень хочу начать. В общем, на самом деле я очень люблю брать у них какое-то вдохновение. Потому что именно вот вещички всякие для дома, для жизни, для хранения вещей. Они вяжут просто обалденные. Очень круто. Много чем можно повдохновляться. Значит, у меня есть кое-какая пряжа, из которой я хочу связать себе сумку. У меня есть вот такие вот моточки. Это синтетика, которая выглядит немного как перуанская шерсть. Мне ее отдавала тоже бабушка. И я хочу связать из нее сумку. Она будет очень легкая, очень удобная в носке. И мне кажется, очень красивый такой универсальный цвет. У меня есть несколько помоточков. И в скором я вам покажу, что же именно я хочу из этого сделать. Знаете, скоро. Сейчас скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья. Назревает новый процесс. Для этого мне приехали такие потрясающие спицы Ади и Горл. Я пока ничего на них не вязала, поэтому потрясающие они только по моему первому впечатлению. И, как вы можете догадаться, вязать я планирую на сочке из шести нитки, чего раньше, как я уже говорила, никогда не делала. И вот я смотрю и понимаю, что это, конечно, очень интересно. Это точно две шести нитки. На самом деле разница, конечно, колоссальная. Вот даже если я сильно постараюсь вытянуть на виду. Это вообще, по-моему, небо и земля. Ну, это просто специфика пряжи. Я не хочу сказать, что что-то из этого хорошо, что-то плохо. Обе пряжи вообще потрясающие. Просто, видите, ну, как будто прям в два раза разница в ширине. Вот шести нитка региона тоненькая, прям тоненькая. Но она прям более шерстистая, более фактурная, мягенькая. Вот. На вид она, конечно, такая прям более, не знаю, как это сказать, вылизанная. Прям вообще идеально производственного какого-то формата. Забыла слово, извините, болею, туплю. Короче, я думаю, вы меня поймете, что вот это вообще суперфабричная вещь. Вот эта вещь более крафтовая. Но толщина вообще, небо и земля. Наралил два раза. Так, друзья, процесс запущен. Я начала вязать носочки из региона. Я, наверное, буду их распускать, потому что я вяжу два носка одновременно от мыска набором Джуди. И в прошлый раз мне показалось, что у меня слишком узенькая вот эта часть. И у меня такой остренький получался носочек, из-за чего сейчас я решила сделать его пошире. Но мне кажется, я переборщила. Не нравится, конечно, мне этот квадратный мысок. И вот эту часть узора я как будто бы хочу поменять местами. У меня здесь идет четыре косы. Вот их четыре штучки на шесть петель и на четыре петли. И я хочу сделать наоборот. Здесь маленькие косички поставить, и чтобы они расширялись к краю. Так, здесь у меня всего. Сколько я набирала петель? Я набирала 36, по-моему, суммарно набором Джуди. Дальше добирала до 54 или 56 и делала одну прибавочку, так как косы сильно стягивают полотно. По одной с каждой стороны. То есть плюс две у меня на передней части. И, соответственно, на две меньше у меня на пяточке, на стопе. Вот. Буду, наверное, вот это дело уменьшать. И делать все-таки более круглый мысок, потому что это мне все-таки дело не нравится. И хочу сделать я абсолютно идеально. Есть у меня такая амбиция, потому что я решила, что все-таки хорошая пряжа. Хочу, чтобы носки меня радовали на сто процентов. Лучше переделаю, ничего страшного. Хотя вязала, конечно, полтора вечера, так как болею и подтупливаю иногда. Спицы вообще потрясающие. Это мое лучшее приобретение из инструментов за последнее время. У них тупой кончик. Они очень удобные. Абсолютно ничего не соскальзывает. При этом гладенькие, хорошо вяжутся. В общем, ну, не знаю, идеальная вообще. Идеальная леска, идеальный тросик. В меру мягкий, в меру жесткий для вязания носков. Это просто вообще лучшая моя покупка. У меня, кстати, спицы 3 миллиметра. Я вязала сначала образцы. Несколько разочков я набирала петельки сначала на 3,5, потом на 3,25, потом на троечки. Из-за своего набора Lantern Moon. Но там у меня жесткий тросик. И, в принципе, я решила, что как-то... Знаете, со временем все меняется. Раньше я обожала вязать носочки на деревянных спицах. Но сейчас мне почему-то больше близок металл. Металлических троечек у меня не было. Соответственно, да, я сделала вывод, что на троечке мне вязать удобнее всего. У меня ее не было. Я долго читала отзывы и вот заказала себе юникорны впервые. Ну, что могу сказать? Это потрясающе вообще. Ади для вязания носочков для меня, конечно, номер один. Однозначно. Поэтому даже перевяз лишний раз на них сделать будет очень приятно. Леска у меня, кстати, 100 сантиметров. На ней все-таки удобнее, чем на 80 лично мне. Вот. Не буду вас мучивать больше своим заложенным носом, своим сиплым голосом. Пойду перевязывать. Пойду перевязывать. Вы можете, кстати, меня спросить, почему бы мне не посмотреть просто мастер-класс. Не знаю. Я по ним почему-то вижу очень плохо. И по мастер-классам, и по описаниям. Я плохо ориентируюсь. Мне часто не нравится то, что у меня получается. Ну и в целом, конечно, мне очень просто, знаете, интересно. Мне просто интересно попробовать по-разному. Посмотреть, что получится. И вот этот вот интерес к новому меня заставляет на такие вещи решаться. И все-таки, если что, лучше перевязать, чем вот с первого раза сразу правильно, как другой человек сказал, связать. Не знаю почему. Просто вот так. Скажите, как вы больше любите? Вам нравится по описаниям вязать? Может быть, зависит от того, чьи описания ты смотришь? Не знаю. Я вышла погулять, чтобы привести себя в чувство. Я очень не хотела. Но это намного полезнее, чем просто лежать и кваситься. Поэтому такое маленькое городское снова больничное подключение. Так, ну что, к концу дня мы вернулись к тому, с чего начинали, но уже в лучшем варианте. Здесь отлично уже, мне кажется, получилось сделать мысок. Понятно, что он после стирки там еще разровняется. Здесь у меня 24 уже подлиннабрано было. Здесь также сделана одна прибавка с этой стороны. Поменяла я местами косы. Не знаю, насколько мне нравится. Ну, в принципе, нормально, имеет место быть. Так вот намного как будто бы красивее, потому что вот эти, они более резкие, эти более плавные. И как будто бы такой переход мне и хотелось. Ну, не знаю. Это мои первые носочки с такими косами. Не уверена, не знаю. Что-то меня смущает, не могу понять, что. Но пока что пускай будет так, пускай будет так. Завтра продолжим. Так, на 23 февраля и на 8 марта у нас с Лёшей появились вот такие вот из фетра корзиночки. Очень классные. И, как вы поняли, свято-места просто не бывает. Я решила сюда вот так вот организовать квадратики. В общем, все, что связано с лизанием пледа из бабушкиной пряжи, бабушкиными квадратами. В ящичек, в коробочку, не знаю, из фетра поменьше я положила все, что у меня касается самих квадратов. И пряжу для обвязки Ализе Вултайм. Вот в такую более продолговатую я положу пряжу. Сейчас она у меня хранится не очень красиво. Вот так киска уже норовит ее изучить. Тут, короче, все спуталось. Лёша раскладывал красивенько верлядно, чтобы все было с подсветкой. И я хочу разделить остатки бабушкиной пряжи. Может, мне даже стыдно это показывать. Хочу их разделить, короче, положить аккуратненько в ящичек. А здесь оставить только всякие бобинки. Ну вот, я их уже отдельно отставила, инструменты и всякое такое. Короче, это все срочно нужно убрать. Но такое, да, такое-то уже бывает. Не осуждайте меня. Ну вот, совсем другой компот, как говорится. Все аккуратненько разложено. Даже крючок у меня сюда поселился. 5 миллиметров заказывала на Wildberries. Ничего особенного, просто с мягкой эргономичной ручкой. Вообще, у меня есть набор крючков просто железных. Самых обыкновенных, стандартных. И я обычно начинаю в зоне с них. И если я понимаю, что мне предстоит какой-то очень большой проект, то я докупаю вот такие вот по одной штучке. Очень удобно. У меня таких буквально 3-4 крючка. Но чтобы там попробовать, прикинуть, у меня есть вот такой бюджетный комплект. Вот. Будет он жить тут. Клубочки здесь. И белая пряжа плюс сами квадратики вот здесь. А тут у меня теперь все аккуратненько. Всего немножко. Так, у меня потихонечку продвигаются. Можешь чуть-чуть у тебя спать еще? Че, че, че? Так, у меня потихонечку продвигаются носки. Сегодня было очень много работы, поэтому я не очень много продвинулась. Только буквально недавно села. И параллельно Леша играет в Hogwarts Legacy. На самом деле у нас часто вечера вместе проходят так, что он что-нибудь играет. Я вяжу, либо делаю домашние дела и смотрю. И таким образом мы оба не слишком сильно отвлекаемся. Типа каждый сам занят своим делом. Но при этом есть возможность, короче говоря, взаимодействовать как-то. И мне очень нравится смотреть на всякие прикольные сюжетные игрушки. Короче. Это что-то невероятное. Мне так интересно смотреть, как он играет в этого Гарри Поттера. Это очень атмосферная игра. Посмотрите, как красиво вообще. Ну просто невероятно. Я как-то раз рассказывала, что я разочек была в Великобритании, что мне посчастливилось. И, в общем, там на самом деле все в туристических местах выглядит реально абсолютно так же. Поэтому для меня это просто невероятная атмосфера. Но это такая вообще милота. Супер. Если у кого-то будет возможность там пройти эту игру, если у кого-то есть приставка, вы играете. В общем, это вообще что-то невероятное, потрясающее. Я очень наслаждаюсь. Здесь можно гладить котиков много. Это вообще порноста. Невероятная фишка этой игры тоже. Короче. В общем, мне очень атмосферно смотреть, как Пеша на нее играет и вязать. Это вообще топ. И мне сразу захотелось купить софт Донни Голд Вит. Разумеется, конечно. Как еще могло быть? Маленькое бьюти подключение. Приехал заказ из магазина. И тут такая достаточно дешевая, но при этом очень прикольная косметика. Во-первых, бальзам от губ Чупа Чупс. Я им никогда не пользовалась, но все очень хвалят. И сейчас в улыбке радую он стоил вообще очень немного. Потом вот такие жидкие матовые тени от Люкс Визаж. Дело в том, что у меня достаточно тяжелая века. У меня все не очень хорошо фиксируется, когда делаю макияж глаз. И вот плюс этих тенюшек, то что они водостойкие. Ну, цвета нюдовые. Я не особо люблю яркий макияж. Так что вот, чисто для оттенка небольшого. Ну, 101-й карандаш. Вот Vivienne Sabo для губ, я думаю, знают абсолютно все. Тоже такая незаменимая вещь в косметичке. Но при этом, опять-таки, абсолютно бюджетная. Так что, если кто-то интересуется уходом за собой, наведением красоты, вот такие штучки вообще супер. Вот так эта красота выглядит на руке. Она уже подсохла. 101-й это кремовый беж оттенок теней. 106-й пыльная роза. И вот они, на самом деле, соответствуют описанию. И вот так вот выглядит карандашик для губ. Очень красивый, мне кажется, оттенок. Такой универсальный. И вот девчонкам с моим цвета типом, я думаю, он тоже подойдет. Вообще потрясающе. Ну и нанесла, конечно, я очень густо. Я вообще не растушевывала, просто сделала такой легкий сводч. Точнее, как нелегкий, тяжелый сводч. И вот как это выглядит на максималках. Но если это все подтушевать, аккуратненько нанести на век, конечно, будет красота. Ну и засохла, по-моему, хорошо. Так, ну и как настоящая девочка, я всем сразу намазалась. Конечно, очевидно. Мы поехали по делам. Я уже чувствую себя намного лучше. Я уже прям в обоиме. И в очередной раз ободелась, что движение — это жизнь. И валяться, киснуть, жалеть себя иногда, конечно, нужно. Но этим не надо увлекаться, даже когда болеешь. Потому что сейчас прошло 4 дня, и я на ногах. Я уже чувствую себя хорошо. У меня остался небольшой там насморк. Но это все ерунда. И я рада, потому что не хочу валяться. Главное, себя правильно настроить. Как только ты вот здесь вот для себя решаешь, что ты не хочешь болеть, и что организм должен бороться, он борется. Как только ты понимаешь, нет, я хочу поваляться на больничном, ты поваляешься на больничном. Неделю, две, три, вот пока не возьмешь себя в руки. Ну, лично у меня так всегда работает. Вот как я настроена, так оно и будет. Так что сейчас, опять-таки, я рада, что все хорошо. Я вот красиво поехала прогуляться. Сегодня воскресенье. Я надеюсь, что завтра с понедельника все, я уже полноценно работаю. Я и так работала на удаленке, но съемки ждут, надо ездить. Сейчас я взяла с собой носочки, еду, наслаждаюсь. Вообще, это нереально классный процесс. У меня появилось носочное настроение, просто невероятное. Вот эти спицы Adi Unicorn, это лучшее вообще, что я купила за последнее время. Мне они приносят радость. Они доставляют мне невероятное удовольствие, на них очень приятно вязать. Я беру их в руки, мне и визуально вот этот тросик розовый милый поднимает настроение. Вот эти вот спицы, их так приятно держать, на них просто летит процесс. Ну, конечно, так не скажешь, но я не так часто его вязала. Вот, круто. Вообще, очень круто. И пряжа такая приятная, шести ниточка. Я тоже отдыхаю, быстро появляется результат, учитывая то, что я так пару раз, типа, присела, повязала. И это сразу два носка, а не один. Ну, нормально, нормальный процесс, хороший. Опять же, с чётом привязав. Короче, вообще, окей, я с собой довольна. И что? Буду ждать Лёшу в машине, когда он вернётся, вязать. И, может быть, даже мы куда-нибудь сходим, а раз уж я себя так хорошо чувствую. Я так на это надеюсь. Так хочется куда-то сходить, потому что 8 марта я валялась вообще. Тогда мне было не до движения, конечно. Вот, а сейчас силы появились, надо этим воспользоваться. Так, короче, я вышла с работы. Это у нас был очень насыщенный день, безумно просто. У нас скоро вебинар, очень большой, очень важный. И я вообще, короче, супер не в потоке, супер не в ресурсы выходила. Расстроенная, не пойми какая. И, блин, я иду и понимаю, что я обожаю свой город, обожаю жить в мегаполисе. Потому что, когда мы жили во всяких маленьких городочках, я отдавала много энергии, но мне было негде её взять. Сейчас я иду и понимаю, боже, такие красивые здания, так много культуры, так много классных людей. Ну, типа, я иду, снимаю сейчас видео, и вообще мне окей. Потому что здесь никого этим не удивишь. Просто не знаю. Короче, я обожаю. Я просто это всё обожаю. И понимаю, что мне это очень, очень ценно. Чувствую себя круто. Иду, кайфую. И это всё, учитывая то, что погода просто ужасная. Вообще, фу. Как обычно в Китере. Но он всё ещё прекрасен, я считаю. Так, мне продолжают приходить всякие посылки, которые должны мне помочь собрать мою сумку вязанную, наконец-то, в кучу. Вот ещё очередная пришла. Давайте посмотрим, что у меня есть. Сейчас я это распакую и вам обязательно покажу. Так, вот такая вот тумба-юмба мне приехала. Это пластиковая, плотная, достаточно канва. Мне она нравится. Каким-то таким вот образом я её буду здесь применять. По бокам, вот в этих дырочках я посмотрю. Очень по-разному прикольно люди обвязывают. И получается такое а-ля вязаное полотно, хотя по факту оно скорее плетёное, чем вязаное, на мой взгляд, из того, что я видела в коротких роликах. В общем, посмотрю, попробую. Думаю, что-нибудь интересное точно получится. И, не знаю, всё круто. Хорошая штучка. Нареканий у меня к ней никаких нет. Пока что, на первый взгляд, выглядит убедительно. И, во всяком случае, те, кто со мной давно, те помнят, может быть, как я вообще бутылку использовала в качестве каркаса, когда мы жили в Сербии. В общем, там, да, было и денег поменьше, было и сил поменьше, и вообще ассортимента всякого такого добра поменьше. А то, что было, стоило дорого. Поэтому, чтобы сделать каркас для другой сумки, я просто разрезала бутылку, зажигалкой подпалила краешки, и всё. И я её, вот, в общем, использовала в качестве каркаса. Это, в любом случае, знаете, лучше, чем бутылка. Ой, не могу. Да, вот такая вот штучка. И вот ещё забыла сказать, что мне вот такие вот приехали. Не знаю, как называется фурнитура. В общем, это будут в боках сумки-штучки. И вот здесь вот будет сбоку ездить цепочка. Конкретно эти стоили, конечно, дороговато. Я не знаю, сколько вообще в целом вот эта сумка получается очень дорогой. Но интересно. Конечно, интересно. Это хобби. В принципе, я уже привыкла к тому, что носочная пряжа может стоить полдары, две и больше тысяч рублей. Что для меня раньше было вообще удивительно и неприемлемо. А сейчас я потихоньку привыкаю к тому, что такие штуки тоже столько могут стоить. Это хобби. Так что вот, пойду копошиться. Подумаю, что из этого можно сделать. Но вот пока так. Прямо интересно. Потом будет сравнить, что же из этого может выйти. Так, друзья. Я созрела, чтобы поговорить с вами о покупках. Да, снова я кое-что прикупила. И те, кто внимательно смотрел мой предыдущий влог, скажут. Вероника. Но вот этот я точно не покупала, потому что в прошлый раз это уже было куплено. Ну, либо купила еще один абсолютно такой же моток. Сразу отвечу, нет. Второй моток я не покупала. Это тот же самый на вид о 7 братьев красивого цвета. Не забудки. Такого прям молочно-небесно-голубого. И я купила к нему подмот. Я на него смотрела. Он у меня на стеллаже, на витрине. Мне его хорошо видно постоянно. И что-то, не знаю. Я такой человек, который все-таки не любит монотон. Не любит однотон. Без примеси, без твида, без ничего. Мне этого мало. Не знаю. В общем, я смотрела на этот моточек и думала, что все-таки мне он кажется одиноким. И он заслуживает большего. Вот такую ниточку подмота я купила. Честно говоря, вот именно ее я покупаю впервые. Я уже заказывала абсолютно аналогичный артикул на Азоне. Но была абсолютно другая упаковка. Не знаю. Ничего, честно говоря, особенного сказать не могу. Мне вот только-только эта штучка приехала. Давайте вместе посмотрим, что тут есть. Пряжа с люрексом. 70% вискозы. 30% люрекса. Ну, это просто обычный абсолютно серебряный цвет. В общем, она мне просто будет. Мне захотелось ее подмотать. Мне кажется, будет круто. Все-таки весна. Хочется как-то ярких красок в свою жизнь добавлять. Ужасно пасмурно в Питере. Просто немыслимые. Поэтому я решила подружить вот эти вот ниточки. Пока что вяжу носочки из риги. Но прям жду не дождусь, когда приступлю к этим. Но, скорее всего, это будет попозже. Потому что следующей на очереди я присмотрела себе другие носки. Вот. Необычная, опять-таки, для меня пряжа. Это Alize Wall Time. Я ее покупала второй раз. Из нее, белого абсолютно цвета, я вяжу обвязку для бабушкиных квадратов, чтобы соединить потом их в плед. Мне пряжа очень понравилась в работе. Она замечательная, классная. Хорошо себя ведет. И что для меня самое главное, сейчас поймете почему, это то, что она очень износостойкая. Ее легко стирать, ее можно замачивать. В общем, она неубиваемая. И тот, кто не увлекается вязанием, и кому ты не проводишь инструктаж по уходу с завязанными изделиями, она очень будет удобна в использовании. А связать из нее я хочу носочки в храм. Кто, опять-таки, давно меня смотрит, знает, что я такое дело уже практиковала, и сейчас будет пост, поэтому почему бы и нет. Но единственное, я, конечно, не смогла купить прямо черные, прямо однотонные. Я понимаю, что я их не свяжу. Я знаю себя, я вот голубенький-то не могу однотонно вязать. Поэтому, чтобы было как-то и мне повеселее, получателю, неизвестному, конечно, для меня поприятнее, я буду вязать вот из такой вот секционной пряжи. Я надеюсь, что это прокатит. Я, в принципе, консультировалась. Главное, чтобы они были там не серо-буро-малиновые. Но, насколько я понимаю, такой формат тоже вполне приемлем. И вот их там я просто отнесу. Я не кому-то конкретному вяжу, просто, в общем, считаю, что это будет полезно. Вот, кому они достанутся, думаю, что он их, ну, не испортит. Ничего с ними не сделает, а теплыми они будут однозначно. В общем, мне эта пряжа понравилась вот именно с этой точки зрения. Ну, и с точки зрения того, что свяжется быстро и можно будет успеть нормально отдать. А то я такой везун насочный, что, конечно, это не дело было бы вязать все это долго. Поэтому такая покупка есть. Я заказывала один моточек, потому что с этой пряжей еще знакомлюсь, посмотрю. Может быть, закажу там все-таки однотонную со временем, если пойму, что вяжется достаточно быстро и приятно. Так, ну, если интересны характеристики. Итак, я вскользь про все это дело рассказываю. Здесь у нас, как обычно, в любой носочной пряже 75% шерсти, 25% полиамида. Цвет вот этот 11.016. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Ну, хорошая пряжа. Так, метраж. Метраж. Метраж в 100 граммах 200 метров. Очень должно быть быстренько. Ну, и я не сдержалась. Я просто, я не знаю, было 8 марта, у меня завалялся на карте, так скажем, подарок. И я увидела вот эту пряжу. Я обожаю такого формата носочку, где есть ленивый жаккард. Где, по сути, ты вяжешь, и у тебя секции выкладываются точечками, полосочками, чем-нибудь еще. И когда я увидела, ну, я не сдержалась. Вот эта расцветка 61.29, она меня просто покорила. Вот, можно посмотреть, как это должно выглядеть по итогу. Мне кажется, это такая красота. Это Лана Гросса, Майлин Вайт Пазл, 75% шерсти, 25% полиамида, друзья. Все стандартно. В 100 граммах 420 метров. Это четырехнитка. Это, конечно, для меня более печально, потому что у меня не хватает терпения. Но вещь очень полезная. Носить четырехниточные носки намного, намного лично для меня приятнее, чем шестиниточные. Они, конечно, очень удобны. Так что повяжу. Ничего страшного, не сломаюсь. Буду вязать. О, салой Вера, кстати. Я не обратила внимания при покупке. Когда я покупала, я обращала внимание только на эту сумасшедшую абсолютно расцветку. Кстати, это первая Лана Гросса вообще у меня на руках. Когда-либо, которая ко мне в руки попадала. Ну, я вообще... Ну, что тут скажешь. Очень красиво, на мой взгляд. Ну, я прям довольна. Я еще кое-что присмотрела. Я не знаю, буду я заказывать еще одну носочку или нет. Там тоже четырехнитка. Но она мне так нравится. У меня все еще есть денежка. И я поняла, что для меня, конечно, такая пряжа, это... Ну, это просто вообще неиссякаемый источник энергии. Потому что сейчас, когда я вяжу сумку, она из такой более уставшей пряжи. Она мне очень нравится. Но когда ты держишь что-нибудь такое, это, конечно, вообще улет. Это отвал башки. Иначе не сказать. И меня очень вдохновляют такие моточки. И какое-то количество, короче, я решила их себе все-таки покупать. Они жмотятся. Потому что, конечно, я бываю тем еще жмотом на моточке, на носочке. Но хоть какое-то количество я решила, в общем, себе покупать. Чтобы они меня вдохновляли и вытаскивали из творческого кризиса. Когда ты работаешь, ты приходишь домой, ты вроде как постоянно чем-то занят. Но результата долго нет. Ты не успеваешь. И вот такая вот история помогает тебе наслаждаться и процессом самим. То есть не гнаться за результатом. А именно в моменте тоже чувствовать себя хорошо. Ты привязала два рядочка. У тебя раскрылась какая-то интересная новая секция. И ты уже чувствуешь себя удовлетворенно. То есть вот это секционное деление на разные эпизоды помогает как-то разделить работу на части. И получать маленький выигрыш, так скажем. Маленький итог. Маленький готовый результат по мере вывязывания каждой секции. Это приятно. Это позволяет мозгу отдыхать, получать удовольствие. Это, конечно, круто. Поэтому такая вот у меня получилась опять-таки тирада. О том, что я еще купила. Возможно, я сама себя оправдываю. Но вот такой комплектик у меня тоже есть. Короче, после того, как я довяжу носочки из риги, скорее всего, я возьмусь за вот эти. Потому что все. Это все баловство. Это все понятно. Это носочки ради красоты, не ради носочков и не ради пользы. Вот это будет ради пользы, это нужно сделать. А к этому вернусь уже, наверное, как-нибудь потом. Не знаю. Может быть, даже к этой сначала. Не знаю. Все. Теперь у меня снова появилась в голове дилемма. Пишите в комментариях, какие вам нравятся больше. Вот такие вот однотонные с юрексом. Или вот эти. Ну, конечно, оба ворвиглазные. Ну, что тут скажешь. Ну, вот мне хочется. Друзья, у вас такое же настроение или нет? Так, друзья, ну что, такая яркая получилась. У меня готовая работа. Носочки из артисана просто вообще потрясающие. Потрясающе мне зашли. Невероятно приятный процесс. Очень хороша эта пряжа. Ну, вот эти вот переходы, эти яркие цвета и вот эти вот крапушки белого цвета. Вот эти непрокрасы, которые создают эффект акварели, брызгов и так далее. Ну, я вообще в восторге. Мне это очень по душе. Я их ношу с удовольствием. Один раз уже я их стирала повторно в машинке и сушила на блокаторе. Вот их я все-таки боюсь в сушилку класть, потому что все-таки она у меня стала шалить и иногда что-то сажать. Поэтому сушу на блокаторе. Сохнут очень быстро. И вывязала я здесь повыше паглинок. Обычно я ленюсь это делать. Да, я признаюсь. Я ленюсь вязать длинные паглинки. Мне становится лень. Я хочу как можно быстрее получить готовую работу. Но здесь я болела и я просто решила, что хочу высокие носки. Потому что ну просто это нужно, это необходимо, это полезно, это удобно. Я их связала и абсолютно ни о чем не пожалела. Это оказалось реально настолько офигенно круто. Мне понравилось. Мне очень понравилось. И я теперь буду такие вязать. Теперь я знаю, что оно того стоит. У меня здесь достаточно маленькая резиночка 2х2. Закрывала я эластичным способом с накидами. И я делала вот здесь вот повыше, когда стало подниматься прибавки. Их было всего 4. То есть чтобы раппорт резинки 2х2 был, как сказать, правильным. Чтобы он сошелся в круг. Не было у меня никаких несостыковок. Вот. Делала прибавки кратные 4. Получилось круто. Я люблю эти носки. Вот вторые вижу тоже снизу вверх. Я немного пересчитала мысок. Но в принципе это вы видели в подключениях. Или увидите. Не знаю, когда вставлю этот кусочек. Посмотрим. Короче. Вещь. Просто супер вещь. У меня еще дофига осталось. Артесант буду брать еще. Спасибо еще раз Тане за то, что подарила мне такую прекрасную пряжу. Я колоссальное удовольствие испытала. Единственное, что я возьму в работу на будущее, это пятку. У меня пятка бумеранг. Понятно, что ее очень удобно вязать с обеих сторон. Это удобно. Не нужно поднимать петли. Особенно, когда вяжешь два носка одновременно. Помогает очень все это дело не сбиться. Но здесь не очень видно. Кстати, клинь подъема я делала. У меня здесь на 5 петель он был. Вот. Настанно видно, что просвечивает. Видите, поблескивает. Это блокатор пластиковый. Вот эти дырочки, они, конечно, имеют место быть. В принципе, если вы увлекаетесь вязанием носков, там смотрели кого-то еще, а не только меня, вы знаете, что специфика пятки бумеранг в классическом формате состоит в том, что появляются дырочки на месте увязывания укороченных рядов. И есть разные методы того, как этого избежать. Я видела, по-моему, у канала Айнитки такая штука есть. И вот сейчас, когда я вяжу вторые носочки снизу вверх, я попробую какой-нибудь из них применить. Не знаю, успели ли в этом влоге довязать. Много работ параллельно. На работе завал, боже. Постараюсь, но не уверена. Я бы в этом, либо в следующем влоге. Короче, поговорим, скажу, понравилось мне или нет. Получилось ли избежать дырочек или нет. Поэтому я ношу эти носочки, опять-таки, очень бережно. Но они мне очень нравятся. Я бы не хотела, конечно, за такую мелочу. Но как-то их меньше поносить, чем могла бы. Вот. Ну, вообще, я прям потрясающе. Очень довольна, очень рада. Так, ну что, один рукавчик я вывязала. И вот так вот он выглядит до того, как я его заверну. Блин, вообще небыстрая работа. Что вам сказать? Набирать кучу-кучу петель, делать отгиб. Если бы я так не заморачивалась с внешним ледом, наверное, было бы в сто раз быстрее. Уже можно было бы свитер, мне кажется, связать какой-нибудь красивый. Вообще, долго, конечно, я этот жилет вяжу. Но мне кажется, оно того стоит. Потому что двойная горловина и двойные проймы рукава, на мой взгляд, будут выглядеть прикольно. Леды здесь укороченные, чтобы было прям вот, ну, красиво по посадке. Пока не знаю, что получится. Конечно, это вот полностью моя задумка, мой эксперимент. Но мне кажется, я надеюсь, я хочу в это и верить, что получится прикольно. Пару вечеров я вязала. Хотела показать просто вот именно в процессе, как это выглядит забавно. И как, на самом деле, много на это уходит работы, которая по итогу-то не особо заметна. Особенно постороннему глазу. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим пока, зафиксируем промежуточный результат. Ну что, друзья, поздравляю всех причастных с началом великого поста. Первый завтрак у меня такой. Это гренки на меду и немножечко варенья. Вот. Очень, на самом деле, в этом году поста ждала. Очень хочется чего-то. Чего-то такого для того, чтобы в голове наступил порядок. Вот так. Люблю такой простой, вкусненький завтрак. Он, конечно, абсолютно непитательный, как вы можете догадаться. Но, в принципе, я в целом не очень много завтрак. И такой вариант мне абсолютно подходит. Ну, и говоря про пост, еще добавлю одну идею. Потому что, мне кажется, самое сложное в соблюдении поста — это придумать, чтобы такое поесть. Потому что, помню, когда первый раз в самостоятельной жизни я пыталась его соблюдать, я просто ломала голову. Вот. А сейчас, когда какой-то есть уже арсенал блюд, как-то проще к этому относишься. Так вот, перейдем к делу. Одно из них — это булгур с овощами. Мне очень нравится. Булгур я отправлю в мультиварку. Также морковку, лук и шампиньоны. Шампиньоны я люблю. Мне с ними нравится абсолютно все. И еще есть фишка — я вот такие вот масла обожаю. Вот это конкретно алисковое с базиликом. Посмотрите, какое оно красивое. Сразу хочется что-нибудь с ним приготовить. Бывает еще с чесночком что-нибудь такое. Обычно я, когда готовлю булгур, я предварительно прям вот сухой обжариваю на сливочном масле. Сейчас, конечно, такой опции у меня нет, поэтому, наверное, не буду это делать. Просто поставлю вариться и в конце сдобрю это все оливковым. Абсолютно простая вещь. Сейчас я быстренько это нарежу, закину, пойду работать дальше. И на обед у меня будет такая вот история. Предвосхищаю вопросы, которые часто у людей возникают. Леша — нет. Леша пост не соблюдает. И, в принципе, он так не то чтобы сильно вовлечен во всю эту историю. Но мне это не так важно. Мне несложно и для него что-нибудь приготовить. Для него это будет просто гарнир. И какое-нибудь мясо он поест без проблем абсолютно. Гарнир, опять-таки, будет все равно самодостаточный и вкусный. И мне его вполне хватит. Вот так вот у меня это выглядит в финале. Примерно такая пропорция. И, учитывая то, что шампиньоны дадут много воды, лук, морковка тоже, я буду добавлять ее меньше. То есть я буду заливать водичку в два раза меньше, чем обычно. К слову, это может быть там, да, два к одному примерно. Хотя чаще в лугуре я делаю полтора к одному. Люблю, чтобы он был более такой рассыпчатый. Может быть, грубо говоря, немного аль денте. Но здесь я добавлю, наверное, один стакан. Так как здесь один большой стакан крупы. И вот это уже буду учитывать как тоже влагу, которую лишнюю добавлять не буду. Потому что я предпочитаю более, как я уже сказала, да, рассыпчатым. Вот, ничего сложного. И сейчас все это приготовится. Будет обед. Мне приехал мой первый подарочек с почты. Блин, вообще, это нереально. Я не знаю, если я его даже не буду открывать, а вот так я буду на него смотреть. Просто после работы 100 из 10 ощущения. Напомню тем, кто не в курсе, я принимала участие в аналоге Тайного Санты. Но на 8 марта мой подарочек уже получен. Я его отправляла. И приехал мой! Друзья, ну вообще, я не могу. Как мне повезло. Вы посмотрите, какова красота. Вот этот вообще кофе с молоком. Оттенок. Ализе. Ой, Ализе. Пряжи из Троицка. Фиджи. Которую я только-только для себя открыла. Потренировалась на детском изделии. Ну и что? А теперь все по-взрослому. У меня целые две упаковки. 10 моточков. Мне точно хватит на готовое изделие. Этот цвет, этот цвет, кстати, смотрите, светлый кофейный 579. Как раз я правильно его опознала. Ой, ну вообще, ну как это красиво. И вы смотрите вообще, как забавно совпало. Я вам только-только показывала, что купила такую ниточку люрексов под мод светлого цвета для носочков. У меня теперь есть такая красивая вот сюда. А, я не могу. Как это все здорово. И, конечно, есть вкусняшечки. Ну, точнее, как, конечно, они есть. И это, вау, конечно, как здорово. И масочки, ну просто. Ну, это все для того, чтобы я была самой красивой, самой счастливой. Большое-большое спасибо моему дарителю. Мероприятие потрясающее. Хочу всегда теперь обмениваться подарками. Это просто очень захватывающе. Очень круто. И просто 10 из 10 этому мероприятию ставлю. Ну, какова красота. Ну, какова красота. Обновились стаканчики в моей любимой кофейне. Они теперь весенние. Настроение у меня теперь тоже весеннее. Друзья, я так обломалась. Я варю сейчас грибной суп. Купила бульон с грибами лесными. И, ну, вот буквально перед тем, как кинуть кубик, я уже тут все открыла, решила почитать состав. А, что я тут вижу? Говяжий жир топленый. Блин, вообще. Я, я не знаю, я почему-то думала, что это чисто из грибочков, чисто там, знаете, ну, какие-то усилители вкуса. Они, конечно, тоже вредные, но, во всяком случае, не мясо. Нет, это не прокатит. Его мне тоже нельзя. Ну, ладно, будем, значит, надеяться, что и так грибочки будут супер. Ладно, хорошо, что, думаю, у меня есть просто обычная универсальная приправа. Ну, овощная. Здесь я состав посмотрела, ничего криминального, ее можно. Что-нибудь придумаем. Ну, я думаю, будет вкусно, я люблю грибы. Грибы, картошка, прожарка, что еще надо для хорошего грибного супчика. Ну что, друзья, давайте попытаемся подвести итоги этих двух недель, что мы с вами не виделись. И, да, напомню, что я довязала носки. Для кого-то это фигня, для меня это достижение. Они мне очень нравятся. И вот при другом освещении, вот в таком формате, лицом в кадре, решила я вам их, наконец, показать. Точнее, наконец, в том плане, что все. Я их беру в носку активную. И после эксплуатации, наверное, не очень приятно будет на них смотреть. Поэтому вот пока они еще свежи, хороши с собой. Вот после первой носки, первой серьезной стирки, выглядят они вот так. Я их беру. Все. Теперь только на ножках. Ну, и не уходя далеко от носочной темы, вот так у меня продвинулись носочки из риги. Это очень не густо, я понимаю, но я их ввожу чисто с собой на работу дома. Я практически их никогда не вяжу. И сейчас так получается, что в метро я предпочитаю ездить стоя, потому что обычно людей бывает много в вагоне. На работе сильно не повяжешь. В общем, я вяжу мало. Уврала уже носки такая. В общем, давайте я покажу их вам поближе. Вот так вот они выглядят. Я довольна тем, что я поменяла узорчики косы, да, вот эти между собой. Сейчас, мне кажется, смотрится хорошо. Я заканчиваю вязать стопу, буду переходить к пятке. И, кстати, учитывая, что это два носка одновременно, я всегда все еще ориентируюсь по тому, сколько бы я связала из одного носка. Ну, по сути, это был бы уже, не знаю, почти готовый один носок. Но так как это половинка двух, в принципе, тоже результат неплохой. Но надеюсь, что скоро довяжу. Но в следующей неделе было бы вообще очень круто. Надеюсь, получится. И сейчас не получается, потому что, как я уже писала у себя на странице канала, кстати говоря, у нас на работе скоро стартует бесплатный, абсолютно бесплатный вебинар по покупке квартиры, про ипотеки, про то, как можно сэкономить, про то, как можно с минимальным первоначальным взносом купить квартиру, материнский капитал, как туда вложить. И, ну, вообще с минимальными платежами сделать свою жизнь намного лучше. Мне кажется, это очень круто. Поэтому, да, спасибо всем, кто уже записался. У меня, как у сотрудника агентства маркетинга, есть доступ к документам, да, где я понимаю, да, кто как к нам приходил. И я очень тронута тем, что вот кто-то из вас записывается. Для меня это много очень значим. Друзья, спасибо. Я надеюсь, вы получите колоссальное удовольствие. Мы очень трудились над тем, чтобы всем все понравилось. Это уже пятый вебинар. Несколько лет подряд ребята его проводят. И мне кажется, это реально очень круто. Потому что он бесплатный. И то, что вот просто можно вечером его посмотреть. Ну, мне кажется, это реально хорошая история. Очень хороший отклик. Уже много кому это помогло. И это здорово. Потому что пока там кто-то продает какие-то непонятные истории, здесь можно просто прийти, посмотреть, и все. Ну, как бы, не знаю вообще. Короче, я реально рада тому, что я в этом участвую. И, конечно, если вам, опять-таки, эта тема актуальна, если даже вы не собираетесь ничего покупать, неважно. Просто вот, чтобы понимать, как устроена этот рынок, как люди вообще покупают квартиру. Если вы, как я, допустим, раньше мало в этом понимали, то есть возможность чуть-чуть больше об этом узнать. Поэтому, если вам интересно, то, что ссылку оставлю. Наверное, на странице у себя размещу программу курса, чтобы тоже вы понимали, какие темы там будут рассматриваться. А, и будет розыгрыш призов еще. Вот, те, кто делает домашку, получил сертификат «Золотое яблоко» на очень хорошую сумму. Короче, вообще супер. Если вам актуально, переходите. Это то, на чем я работаю, пока не вижу. Это то, на чем я просто работаю на работе. Вот. Ну, а тем временем вернемся к нашим баранам. Что еще я делала интересного? Носки рассказала. Переходим к более объемным проектам. Например, к этой сумке, которая у меня уже с каркасом. Да, я его вставила. Он выглядит следующим образом. Просто я натянула ее на канву. Смотрится хорошо. Но единственное, я решила не делать канву в боковине, потому что мне показалось это лишним. Я хочу все-таки, чтобы объем сумки как-то регулировался по мере того, насколько она наполнена. И для этого жесткий каркас не хочу. И плюс, чтобы вот так ее было тоже более удобно носить, я как-то подумала, что, наверное, квадратный каркас вот здесь вот делать мне неохота. Я оставлю так, как есть. Здесь буду крючком поднимать петли и вывязывать их. Ну, вывязывать я буду таким образом, но когда она будет закрываться, она будет смыкаться. Возможно, чем-то изнутри я заколю все это дело. Ну, шов какой-нибудь хороший сделаю. Вот. Нужно будет купить подклад. Я не умею шить на машинке. Я штопаю руками так не очень хорошо. Я вышивать когда-то умела, но шить нет. Я вот думаю, то ли самой помучить какую-нибудь ткань, то ли попросить кого-то помочь. Заказать, может быть, не знаю, мама у меня шьет хорошо. Меня хочется ее отвлекать, ну, не знаю. Подумаю, может быть, реально что-нибудь через вольту, что-нибудь куплю, посмотрим. Но мне интересно очень. Мне очень нравится процесс. Вы можете сказать, ничего необычного. Но я рада, что сумка достаточно большая. Она выглядит так, как я бы хотела, чтобы она выглядела. То есть она вот именно вот как я хотела, так и себе и связала. Не ходила по магазину и выбирала из того, что есть. А вот такую я сделала. Она легкая. У нее хорошая донышко. То есть я вообще не жалею, что я не пришивала сюда дополнительный каркас. Вот этот в виде донышка из кожзама использую для другого проекта. В общем, пока так. Пока так. Буду поднимать петлю крючком, довязывать и смотреть, что из этого выйдет. Она, кстати, очень легкая получилась, что тоже вообще супер плюс. Потому что трикотажной сумке для меня тяжеловато. Я бы не хотела ее носить. У меня так много тяжести постоянно. Хочется чего-то легкого. Вот. И здесь такая возможность есть. Это круто. Ну, такая возможность. Такой функционал, в общем, у нее есть. Вот. Ну и, конечно, сумка. Это не приоритетный процесс. На самом деле, мне все это время стоило довязывать жилетку. Я, в принципе, начала это делать. Но мне так не хотелось. И, знаете, в какой-то момент есть процесс, в котором ты просто перегораешь. Ну, то есть, я хотела получить готовую работу. Но мне вот процесс вязания вот этого изделия не нравился. Я уже не хотела. Но я себя заставила после того, как повязала вот эту сумку немножко. То есть, у меня были вот эти стадии отрицания, депрессии, торг. Вот эта сумка, это стадия торга. Я решила, что я что-нибудь такое повяжу. Но потом уже куда деваться? Надо браться за жилет. Я взялась, вы уже видели. И вот, у меня готова вот эта проема абсолютно. Еще не постирано полотно. Проема здесь, проема горловины. И вот в процессе вязания вторая проема рукава. Они не постираны. Пряжа бобинная. Поэтому, конечно, она абсолютно точно изменится в процессе. В процессе стирки, в процессе ВТО. В общем, это будет другое вообще изделие. Вы не узнаете его. Но я надеюсь, в лучшую сторону оно изменится. Я довольна. Все хорошо. И хоть я и говорила, что такие мелкие детали, они незаметны. В совокупности все-таки нет. Беру свои слова назад. Чем больше ты вкладываешь силы, душу, да, в какое-то полотно, в какое-то изделие, тем больше все-таки это видно. То есть, вот эти детали, они все-таки, да, они делают смысл. Они добавляют вот этой вот, я не знаю, как это сказать, вот этого характера к какому-то изделию. И здесь он есть. Я понимаю, что для многих это вообще ничего особенного. Но для меня эта жилетка супер, потому что она сидит так, как я хочу. Она смотрится прикольно. И мне вот этот вот баланс процесса и результата кажется здесь самым оптимальным. То есть, мне был интересен и сам процесс. Мне очень нравится результат. Раньше мне был важнее процесс. Я вообще не парилась насчет того, насколько хорошо у меня что-то получалось. Мне нравился сам процесс вязания, сами ниточки и так далее. Сейчас мне нравится, конечно, когда еще это как-то совпадает с моими ожиданиями, когда я могу носить это изделие. Впоследствии я знаю, что у многих бывает такое, что человек переклинивает именно в сторону результата. Когда ты уже хорош, когда ты уже мастер в каком-то деле, да, особенно в вязании, ты уже не прощаешь себе маленьких ошибок. У тебя перфекционизм уже зашкаливает. И тебе даже в процессе ты не паришься над... Вообще, ты не вздумываешься о процессе. Ты его делаешь более механически и уже смотришь, короче, на результат. До этого я, наверное, пока не доросла. Вот. Рассказывайте, кстати, есть ли у вас такая профдеформация или нет. У всех по-разному. Просто вот там в логах каких-то и так далее. У кого-то я это слышала, замечаю за кем-то со стороны, глядя. Вот. У меня пока что вот прям приятное время, когда вот хорошо этот баланс ловится. Вот. Во всяком случае, в этом изделии. Вот. Я прям рада. Я очень хотела его довязать. Я хотела закончить уже эту пройму рукава вторую. Но сейчас у меня там исключительно половинка связана. Буду довязывать на этой неделе. Не получилось довязать. Извините. Ну и, конечно, еще разочек хочу показать вот это нереальное сочетание. Для меня очень необычное. Вы знаете, очень интересно, как со стороны люди тебя видят, как они тебя представляют, с чем они тебя ассоциируют и так далее. И как вообще вот через призму чужого восприятия ты можешь лучше узнавать о себе. Поэтому иногда важно спрашивать уже совет, уже мнение. Когда я хожу в магазин, теперь я очень часто беру с собой Лешу, чтобы он просто своим взглядом посмотрел, что мне может быть хорошо. Вот. Последние разы это вообще было очень удачно. Он подбирал мне какие-то классные вещи, о которых я сама бы никогда не подумала. И вот это мероприятие, как обмен подарочками, по примерно твоим запросам, вообще меня очень порадовало. Потому что я реально в восторге. Я в восторге тех ниточек, вот от этих, которые я бы себе не купила, потому что, ну, у меня не так. Я вот люблю что-то какое-то яркое, какое-то, может быть, синее, какое-то, может быть, зеленое. Не знаю, в общем, как это работает. Да, у меня нет какого-то конкретного, что я люблю только вот это. Но редко бывает, короче, чтобы я себе покупала что-то вот такое базовое, наверное, да. Ну, как это красиво. Ну, я прям реально, я очень рада. То есть у меня восторг умножается на два, потому что это настоящий сюрприз в самой себе. Ну, точнее, сюрприз себе от кого-то. Короче, вау. И прикиньте, как совпало, что реально такая же ниточка. То есть я себе даже положила. Вот я буквально на днях показывала вам, как я купила вот эту. Мне приезжает такая же, только вот беж. В общем, потрясающе. Я пока так и не знаю, кто именно мне сделал такой потрясающий подарок. Но если вдруг мой даритель смотрит мой канал, спасибо, блин, вообще улет. Прям, не знаю, смотрю и думаю, чтобы мне из этого начать такого интересненького. Прям вообще супер. И я надеюсь, что сейчас, пока идет пост, я постараюсь. Я очень постараюсь не покупать себе пряжи всякой, потому что, ну, объективно говоря, это уже баловство. Это излишки. Это уже просто мое хочу. Это мое я могу. И так далее, и так далее. Хорошего в этом ничего нет, потому что лежит у меня куча всего. Мне это не нужно. В таких объемах, наверное, мне точно не нужно ничего докупать. У меня все есть. Возможно, я куплю себе линейку для измерения списка, потому что моя где-то потерялась. Я видела прикольный, знаете, который еще с размерной сеткой носочков, такая деревянная. Мне понравилась эта идея. Я сейчас стала чаще вязать носки. Окей, это полезно. Это я понимаю. Но просто пряжа ради пряжи, это не очень хорошо. Хотя я поглядываю на моточки, которые я купила. Тоже, кстати, к слову о том, что ты, может быть, не ожидаешь, что тебе понравится. В общем, я не горела желанием покупать черно-белую какую-то такую пряжу. Но сейчас я на нее смотрю, вы не представляете, она мне реально нравится. То есть, блин, вообще круто. Ну, я прям с удовольствием жду, когда я начну вязать из нее. Надеюсь, вскоре мне приносит это хорошее настроение. Хорошее... Хорошо, короче, я к ней отношусь. Думаю, что, возможно, мне даже это понравится. Хотя я никогда бы этого не могла от себя ожидать. Вот. И, возможно, даже я бы себе что-нибудь связала. Не знаю, шарфик какой-нибудь. Я очень люблю черные, белые там цвета в одежде. Я очень люблю так одеваться. И какой-нибудь красивый, знаете, платок к моей черной куртке с такими белыми пятнами, мне кажется, тоже бы хорошо смотрелся. Хотя, опять же, сама бы не купила, вот точно. Ну, в плане для себя. Теперь подумаю. Ну что, друзья, так прошло примерно две недели, что мы с вами не виделись. Я надеюсь, вы были рады видеть меня так же, как я виртуально рада видеть вас. Надеюсь, вам что-то было интересно, полезно. Конечно, если это так, не забывайте оставлять свою обратную связь в виде лайков, комментариев, подписок. Потому что для меня и для алгоритмов Ютуба это значит очень много. Мне это будет очень-очень приятно. Ну, а вам я желаю приятного вечера, дня, ночи, когда вы смотрите этот ролик. Пускай у вас все будет хорошо. Запасайтесь терпением. Смена сезона уже близко. Скоро будет тепло. Ой, скоро сил будет намного больше. Будет светить солнышко в Питере пока жутко пасмурно. Мне очень не хватает тепла, я так этого хочу. Но пока что есть, то есть. Будем радоваться и этому. Будем радоваться уютному весеннему вязанию. Пока еще есть возможность повязать теплые вещи для тех, кто, как я, любит натуральные шерстяные составы. Так что побежали это делайте. Хорошего вам времени суток. Вас очень всех люблю. Всем пока.